МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 19 часов 30 минут, 2 августа. Это программа неделя. Добрый вечер. Как всегда, в воскресенье говорим о том, что произошло за последние 7 дней и как это отразится на нашей жизни. В студии Евгений Горин. Снижение себестоимости стройматериалов и наращивание экспорта – задача для белорусских строителей. Не даем расти квадратному метру. Наталья Бреус. Когда строительная сфера снова начнет расти? Продавать его сегодня непросто, поэтому делают все, чтобы он стал как можно легче. Политическая жизнь как праздник. Когда мы узнали, что в нашем агрогородке будет пикет, то мы решили сделать с ребятами концерт. Гражданская активность в белорусской глубинке. Активность инициативных групп нужна, потому что люди, в принципе, хотят участвовать. Битва за урожай. Как минимум павильону тонн зерновых с области. Надо обеспечить Минск дешевой продукцией. А также новый отечественный комбайн, который в корне может изменить стандартные уборочные компании. Лучше пусть дороже, но качественно. В противном случае мы будем пролетать постоянно мимо рынка. Анастасия Иванникова. Тяжела работа, да хлеб сладок. За последние 10 лет экспорт увеличился более чем в 10 раз. Некуда бежать. 3,5 миллиона безработных Донбасса. Будничные заботы жителей Донецка. Олег Романов из города, который обстреливают каждый день. Утро нынешнего Дончанина начинается довольно единообразно. С суматошных обзвонов родных и близких. Все ли в порядке? Не прилетело ли за ночь? Тема недели набирающей обороты уборочная. Перед аграриями пяти областей стоит задача собрать минимум по миллиону тонн зерновых. В этом году на полях несколько опытных образцов новейших белорусских комбайнов. Возможно, будущих флагманов по быстрой качественной уборке зерновых. В ходе региональной рабочей поездки президент на неделе поднял еще одну тему. Защита внутреннего рынка овощей из теплиц. За 10 лет выращивание такой продукции выросло в Беларуси более чем в полтора раза. Однако отечественные огурцы и помидоры зачастую вытесняются импортными. Президент поставил задачу за пять лет снять вопрос по теплицам. То есть обеспечить внутренний спрос доступными по цене овощами. Анастасия Иванникова, Вести с полей. Два миллиона тонн зерна. Первые экипажи-тысячники для белорусских аграриев. Сейчас горячий сезон. Уборочная охватила всю страну. Появились уже и свои лидеры. По сбору зерновых на первое место вышел Гомельский регион. А вот самая высокая урожайность на Гродничине. На неделе ход уборочной проинспектировал глава государства. С рабочей поездкой Александра Лукашенко в Минском районе. Это хозяйство в регионе знают. Это принадлежит Минской овощной фабрике. Убирать начали не так давно. Пришло ли время выезжать комбайном в поля, предлагают проверить президенту. А заодно и об урожайности вывод сделать. Все по народной примете. Богатый урожай удержать должен брошенную кепку. Ну, висит она. Будем считать, что висит. Хороший урожай предсказывают и на самой Минской фабрике. Владимиру Васильевичу есть чем сравнить. Для него это 34-я уборочная. И хоть погода в этом году аграриям задачи отнюдь не упрощает, директор фабрики уверен, чем похвастаться будет. Тем более о будущем урожая заботиться начали давно, чтобы тот самый день год все же смог накормить. Чтобы получить такой хлеб, науки большой нет. Мы в последних три года начали активно работать с органическими удобрениями. Биологическое, вооруженное сетополе 65 сантиметров. Это сегодня к таким высоким показателям привыкли. А ведь когда-то и 20 сантиметров с гектара были своеобразным рекордом. Прогноз на этот год 34 сантиметра. По сравнению с прошлым летним сезоном чуть ниже. Погода внесла свои коррективы. Даже убирать начали на две недели позже. Тем не менее прогнозы аграриев оптимистичны. Области миллионерами станут. Кстати, уже сегодня заботиться нужно и о кормах. Надо достать все семена, которые у вас были в запасе. Мы с тобой разговаривали еще месяц назад. И все бросить в почву для того, чтобы получить кормах. Либо нарастили скота в достаточном количестве. Сейчас комплексы, ведете свинокомплексы. Надо накормить и пережить тяжелый этот год. Сюрпризы этот горячий сезон преподнес не только погодные. Влажность зерна тоже изменилась. В итоге работы прибавилось на зерносушилках. Отмечают это во многих хозяйствах Минщины. С поля идет зерно влажностью где-то 23%. По сравнению с прошлым годом, что было сухое зерно, шло 14-15%. Всего же во время этой уборочной в поля выйдет более 10 тысяч комбайнов. Такой парк машин с синей окей не пугают ни нагрузки, ни объемы работ, отмечает министр. Наша съемочная группа рассказывает и о своих прогнозах. Нагрузка, допустим, 215 гектар на комбайн, она уже большому что-то не пугает. Техника, которая на вооружении позволяет нам убрать этот хлеб буквально за 18 дней. Уже в следующем году к парку белорусских комбайнов добавится новый агрегат, модель Гомельского завода. Пропускная способность до 16 килограммов в секунду, как раз для полей с высокой урожайностью. Тест-драйв такому ноу-хау провел глава государства. Пока лишь 4 таких комбайна работают на полях Беларуси. Серийное производство начнут в следующем году. Президент еще раз напоминает, качество еще раз качество. Только такой продукт будет и хозяйством полезным, и конкурентоспособным. Лучше пусть дороже, но качественно. В противном случае мы будем пролетать постоянно мимо рынка. Все должно быть качественно. И швы, и сварка, и металлы. Все надо делать на высоком уровне. И ставить задачу промышленникам, чтобы они тебе создавали. По смежникам, чтобы они делали тебе хорошее комплектующее. Сегодня белорусские комбайны ничуть не уступают зарубежным. А ведь в 90-х не раз говорили, отечественные промышленные гиганты нужно закрывать. Мол, не потянем. Такого совета не послушали и не прогадали. Теперь о качестве промышленной продукции с пометкой «Made in Belarus» знают. Есть на нее и спрос. Впрочем, подобных разговоров в свое время хватало и насчет других предприятий. В те времена меня убеждали, что мы не сможем конкурировать на рынке. Ни внутри, ни в России. В связи с тем, что разница в ценах на газ. Надо теплицы все убрать, сравнять и покупать овощную продукцию за пределами. Тогда в пику всему я сказал, нет, вы мне восстановите все теплицы старые, разрешаю их сносить, но заменить новыми. Были у нас деятели, они меня убеждали, комбайны не надо, купим у немцев. Плуги, да зачем нам плуги, мы купим. Трактора МТЗ-80-82 хватит. Сахарную свеклу тростник купим, завезем. Не надо нам свекла. Сколько было. И точно так бы предлагали теплицы не надо. Мы не сможем конкурировать. То без штанов бы ходили и голодные были. Потому что все это надо было купить, а для валюту взять. Да своя земля. Для чего она? Для того, чтобы сделать эти культуры. 5 тысяч гектаров сельхозугодий. Более 4 тысяч пахотных земель. Но все же для Минской овощной фабрики такое сельскохозяйственное направление не основное. Овощеводство задача номер один. Сегодня уже трудно поверить в то, что предприятие было одним из самых отстающих в городе. Картина кардинально изменилась в начале 2000-х. Провели техническое переоснащение, появились новые энергосберегающие теплицы. Впрочем, нога в ногу фабрика шла вместе с развитием тепличного овощеводства всей республики. 15 наименований культур. Тепличная продукция активно идет на продажу. За последние 10 лет экспорт увеличился более чем в 10 раз. О развитии тепличного овощеводства заботится и на этой минской фабрике. Совсем скоро здесь должна появиться еще одна вот такая новая энергосберегающая теплица. Это позволит увеличить годовое производство томатов на более чем 4 тысячи тонн. Новой точкой отчета для фабрики стал 2007-й. Здесь открыли цех по производству чайных напитков. Тогда же предприятие посетил и президент. Это кадры того времени. Говорили о перспективах фабрики и о будущем чая с синякой. Вот уже более 10 лет не просто говорит, а действительно заботится о нем Елена. Правда, бизнесом это назовешь едва ли. Продают упаковку всего за 10 тысяч, а ведь работа трудоемкая. На каждое наименование своя технология, свои режимы, сроки сбора, режимы сушки. Белорусского производства на фабрике не только чай, но и традиционные огурцы, томаты, баклажаны, перец, сорта отборные. Да и проходит продукция строгий контроль еженедельно в агрохимической лаборатории. Здесь не скрывают, минимальное количество нитратов в овощах может быть. Выращивают-то не в открытом грунте. Но для человека такой рацион безопасен. Разве что съесть 20 килограммов огурцов за один раз. Вряд ли возможно. Мы проверяем питательные растворы, которыми кормятся наши овощи. Если там нет превышения, мы даем добро их использовать. 21 крупное тепличное хозяйство. И это во всей Синеокой. Есть у республики и строительные перспективы взять хотя бы прилегающие к Минску территории. Для появления новых тепличных домов, что называется, все условия. Уверен в этом и президент. Надо вкладывать средства, сколько возможно. И вокруг Минска создавать эти теплицы. Надо обеспечить Минск дешевой продукцией. И самое главное, я тоже всегда говорю, как можно застроить все там разными промышленными объектами, жильем и так далее. Если там вырастил продукцию, и километры ты на рынок отдал. Дешево, логистика. За последнее десятилетие тепличное производство выросло до 114 тысяч тонн. По итогам первого полугодия шестая часть продукции ушла на экспорт. Но все же в первую очередь овощи востребованы на внутреннем рынке. Правда, пока полностью исключить импорт такой продукт с пометкой «выращенный в Беларуси» не может. За будущую пятилетку вопрос к теплицам надо снять. Надо построить столько по современнейшим технологиям, сколько нам надо. За пятилетку это вопрос решаемый даже с запасом. Ну а конкуренция, если испанцы захотят у нас продать свой товар, пусть конкурируют и продают. Главная задача сегодня наладить связь. Фабрика, магазины, потребители. Это и постоянно растущий спрос, и прибыль. Вот только зачастую возникает ценовой вопрос. Казалось бы, продает фабрика овощи по 11 тысяч за килограмм. Тогда откуда в розничной сети разница в два и даже практически в три раза? По 20 и 25 тысяч. На такой разбежке не должен наживаться никто, отмечает Александр Лукашенко. Помидоры, огурцы, вал и прочее. А цена? Кто в карман кладет деньги за эту красоту? Мы отдали свои рынки неизвестно кому, испанцам, голландцам, которые нас квасят на каждом шагу. Мы отдали внутренний рынок, а сами пробиваемся в Африку и в Китай. А на неделе стоит ли ждать в этом году золотой урожай, выясняли Анастасия Иванникова и Валерий Науменко. А вот в Донбассе уборочную затрудняют обстрелы. Местные аграрии все же рассчитывают успеть собрать пшеницу. Работу затрудняют и то, что некоторые районы области уже несколько месяцев отключены от эргоснабжения. Мой коллега Олег Романов несколько дней провел в Донецке. Там по-прежнему неспокойно, а обстрелы уже стали частью ежедневной жизни города. Донецк выглядит обычным южным городом. Каких сотен. Абсолютно такой же. Все это разницы. Его обстреливают каждый день с разной интенсивностью, но не пропуская ни утро, ни вечер. Утро нынешнего дончанина начинается довольно единообразно. С суматошных обзвонов родных и близких. Все ли в порядке? Не прилетело ли за ночь? Надо сказать довольно часто, ответ бывает неутешительным. Почти в каждой семье есть кто-нибудь, кто либо изувечен, либо даже погублен обстрелами. И надо сказать, новая военная реальность конструирует новые урбанистические привычки. Ну вот, к примеру, обратите внимание, центр города, час пик, а людей практически нет. Просто в нынешнем Донецке люди стараются без особой нужды на улицу не выходить. Не знаешь, когда она попадет. Да, куда она прилетит, у нас взорвалось недалеко, метров 150. И выбило на кухни все, окна все, и угол дома отбило. А другой дом, там люди пострадали. Практически у всех этих людей нет теперь ни работы, ни зарплат, ни хлеба насущного. Многие, конечно, поуезжали, потому что, как говорится, жизнь дороже. Но, тем не менее, люди остаются. Здесь все чем-то торгуют, но налогов никто не платит. И правительство самопровозглашенных, Донецкая и Луганская республик, черпает средства на социалку из неизвестных источников. Зарплаты 80 долларов, дело здесь совершенно обыкновенное. Падение ВВП достигает на Донбассе 70%. Стоит практически все, кроме того, что лежит в руинах. Взрослые берутся за любую работу или попросту уезжают. В совершенно отчаянном положении старики, безработные, матери-одиночки. Особенно худо детям. Только гуманитарка обеспечивает необходимым. От еды до формы парт-учебников. Мы бесконечно благодарны просто тем людям, которые этим занимаются. Тем, кто у меня собирает это все, тем, кто привозит это все. ООН считает, что в Донбасском конфликте сложили голову 7 тысяч человек. Вряд ли это точная цифра. Однако, доподлинно известно, что погибло 72 ребенка и 306 были ранены. Эта шокирующая цифра перестает выглядеть бредовой, когда попадаешь в Донецкий детский дом-теремок. Здесь канонада – просто привычный звуковой фон. Директор детдома, давая интервью, на артиллерийскую пальбу внимания обращает меньше, чем уделяла бы докучливой мухе. Есть дети, которые и в подвале сидели какое-то время, и знают, что такое град. Но сейчас мы об этом вообще не говорим. И дети стараются забывать. И они просто на это теперь не обращают внимания. Иногда бывают очень сильные, особенно ночью. Вот тогда бывает, просыпаются дети. У нас есть, мы уже приспособились, укромное местечко такое, без окон, без дверей, толстые стены. И мы, если что, быстренько туда. Бомбоубежище в теремке зовут комнатой сказок. Здесь нет ни окон, ни дверей. На стенах – лепные маши и медведи, чтобы вытравить всякий дух склепа. Выгрожено это помещение где-то в недрах первого этажа. Даже прямое попадание артиллерийского снаряда в здание дети просто не заметят. Оборудовали убежище в феврале. Тогда же уложили в оконные проемы. Мешки с песком. После того, как нагрянули в теремок с визитом два шальные снаряда. Были повреждены окна. И МЧС, который мы вызвали, они посчитали, что это самое опасное. Вот именно угол получался. Пафос речевок, который в другом месте и в другое время выглядел бы фальшивым, здесь заставляет потупиться всякого взрослого. Ведь в кошмарах, выпавших в теремку, есть верно только вины каждого. Давай, если я отпустил тишину. Я хочу играть в русский. Не войну. И меня он не замалит пушок дым, потому что он не станет голубым. У больших городов есть преимущества. Они у всех на глазах. Им, всем миром, но помогут. Сельскому Донбассу много тяжелее. По-настоящему трагические судьбы искать не пришлось. Любая была трагична настолько, что хоть Шекспиру давай на написание трагедии. Удивительное дело, но о своих бедах, прошлых и настоящих. Народ ведь опасается. Баба Галя одна решилась изменить деревенскому обету молчание. Вот она показывает, как в погреб ныряли. А вот в ее руках осколки, которые по дверям погреба барабанили. Сгорело все. Сарайчик, кухня, дворовые постройки, которые есть у каждого. И магазин сгорел. Военных тут полегло не меньше трех тысяч. А деревенским, почитай, повезло. Десяток из увеченных до трое покойников. Причем ни один от пули, все лишь от невыносимых переживаний. И свекр Бабы Галя, 88-летний ветеран Великой Отечественной, оказался среди этих троих. Он от стенки отвернулся, а я говорю, о, как у нас все серьезно. Я спрашиваю, что случилось? А он мне говорит, зачем ты меня обманула? Что это гроза, молния. Я вышла на улицу, асфальт сухой. Он два дня проплакал и умер. Из Петровского, оказывается, многие уехали в Беларусь. Мои дети ездили в Беларусь. Многие работают там у вас, в Беларуси. Им предоставляют жилье, работу, принимают всех. Удивительное дело, но оптимистов на сегодняшнем Донбассе, похоже, никак не меньше, чем пессимистов. Здешний люд умеет справляться с горем, умеет с ним расставаться. Жизнь всегда побеждает смерть. Олег Романов, программа «Неделя» из Донецка. В Беларуси продолжается сбор подписей восьми инициативными группами, зарегистрированных в Центр избиркомом за выдвижение кандидатов в президенты. Наш корреспондент Александр Дебриян поехал в глубинку, чтобы увидеть, как там идет агитация и насколько активны сельские жители в выражении своей гражданской позиции. Весочка моя, моя чара вниз, а ты моя любовь, моя половница. Весочка моя, родная сторона. Лето на селе, пора жаркое поле, огород хозяйства, поэтому любой повод собраться превращается в праздник. В агрогородке Красное, узнав о вечернем пикете у магазина, силами местной самодеятельности и музыкальной школы за пару часов организовали настоящий концерт. Когда мы узнали, что в нашем агрогородке будет пикет, то мы с удовольствием решили сделать с ребятами нашей школы музыкальной концерт, чтобы поднять настроение. Односельчане инициативу восприняли на ура. Те, у кого с собой не оказалось паспорта, дожидались антракта, чтобы сходить домой за документом. У меня работает легко. Посмотрите, погода этому радует, солнышко сегодня, хотя дождь передавали, посмотрите, солнце светит. Много детей, много взрослых, много пожилых населения. То есть, ну, праздник, конечно же, праздник. С момента начала сбора подписей в Красном этот пикет первый. Другие инициативные группы сюда пока не добрались. Хотя всех обещают встретить одинаково радушно. Люди здесь гостеприимные. Я думаю, что активность инициативных групп нужна, потому что люди, в принципе, хотят участвовать в таких мероприятиях. И люди будут активно участвовать в пикетах и других инициативных групп. Молодой инженер Владимир Сыс живет в Гомеле. Однако собирать подписи за своего кандидата поехал на малую родину. Первая подпись в листе – мамина. Да и дальше все сплошь знакомые. Многие меня знают, поэтому, когда заходишь, сразу смотрят – а, ты мальчик местный, мы тебя знаем. Поэтому как-то доверия больше. Приглашаю в дом, придыхаю чай попить, расписываются. Владимир признается – времени на общение по душам уходит немало. За неделю работы в таком режиме собрал чуть больше полусотни подписей. Вы поддерживаете нашего кандидата? Да. Я же пенсионер. Никуда. Я все время дома. И вот вы первые только пришли. И вообще я не видел никогда, чтобы вы здесь ходили, кто-то собирал подписи. Я же говорю, вы самая первая. Его миссия – дать односельчанам возможность проявить свою активную гражданскую позицию. И они этой возможностью с удовольствием пользуются. Неделя отпуска на малой родине для Владимира пролетела незаметно. В последний день отдыха парень договорился о проведении пикета у проходной предприятия, где сам же и работает. Как отпуск отдыхал? Нормально, уже заканчивается. Завтра на работу. А сейчас ты не на работе, да? Нет. Поэтому последний день активно собираю. За обеденный перерыв Владимир собрал столько же подписей, сколько за все предыдущие дни хождения по сельским улочкам. Однако уверяет, что ни на минуту не пожалел о том, как провел отпуск. Активная позиция, она всегда активная. Надо как бы чем-то заниматься всегда, просвещаться, к чему-то стремиться идти. Это, как бы, я считаю, очень хорошо. Это очень пригодится в жизни. Это общение с людьми. Это, если я поддерживаю человека, значит, меня как бы помощь ему оказывают. Поэтому это всегда, мне кажется, идет в плюс человеку. В это же время в соседнем Ветковском районе за своего кандидата собирают подписи Максима и Валерия. Молодые люди едут в ближайшие деревни после работы. Вечер – лучшее время для сбора подписей методом от дома к дому. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы являемся инициативной группой по сбору подписей в поддержку выдвижения в кандидаты президента Терещенко Виктора Ивановича. Хотели бы попросить вас, чтобы вы оказали доверие ему и подписали, чтобы он зарегистрировался в качестве кандидата в президенты. И потом еще голосовать? Вы голосовать будете за кого хотите. На этом этапе агитации места нет. Но сельские жители живо интересуются всей доступной информацией. Политическая активность на высоте. Правда, зачастую показать свою гражданскую позицию нет возможности. На Гомельщине за подписи в глубинке борются инициативные группы лишь нескольких претендентов кандидаты. Ну а как вообще у вас здесь? Другие инициативные группы бывают? Я не видела ни одной группы. Ни одной? То есть мы первая, да? Да. Особенности большие. В городе как бы тут довольно в одном месте скомпоновано. И можно много подписей сразу собрать. В деревню ты приезжаешь, получается, то есть люди где-то чем-то заняты. Кто-то на огороде, кто-то еще где-то. То есть вот в этом вот плане. И люди как-то на селе более скрытые, что ли. То есть они в себе. То есть а зачем? А мы уже голосовали. Им нужно долго объяснять. Ну у нас же страна выбирает, поэтому с селом тоже нужно работать. Мы согласны? Как показывает практика, поддержать на этом этапе политической кампании сельские жители готовы самые различные кандидатуры. Вопрос только в том, кто готов обратиться за их поддержкой. Александр Добриян и Виталий Распопов на неделе об особенностях работы инициативных групп в сельской местности. Президент требует более активной работы по разведке полезных ископаемых. Об этом шла речь на встрече главы государства с министром природных ресурсов и охраной окружающей среды Андреем Кавхута. Александр Лукашенко обратил особое внимание на серьезные недоработки по разведке недр. В этом году планируется совещание, которое будет посвящено теме разработки месторождений в Беларуси. О полезных ископаемых, которые в ближайшем будущем могут принести существенную пользу экономике и многом другом, программа недели поговорила с министром природных ресурсов и охраной окружающей среды Андреем Кавхута. Андрей Марьянович, ну вы потомственный геолог, с недавнего времени еще и министр. На ваш взгляд, у нас в недрах есть какие-то полезные ископаемые, которые в ближайшее время могут существенно помочь нам в экономическом плане? То есть какие-то прорывные вещи, которые сыграют не самую последнюю роль в нашем развитии? Надо сказать, что территория Беларуси достаточно неплохо изучена, особенно ее верхняя часть. Все месторождения, которые находятся на поверхности, практически открыты уже. Однако у нас, конечно, еще в недрах есть неизученные участки, их достаточно много. Безусловно, определяется это и глубиной, технически возможной для добычи полезных ископаемых. Говорить о том, что мы знаем полностью о недрах нашей республики, конечно, еще не приходится, потому что геология сама – это область очень интересная, загадочная. И, конечно же, мы уверены, что еще много месторождений будет обнаружено, в том числе и в нашей стране. Белорусские геологи имеют большой опыт изучения недр, и этот опыт может быть применим и за рубежом. И говоря о тех странах, с которыми у нас налажено сотрудничество, это и страны-соседи, это и более далекие страны. То есть, по сути, речь идет об экспорте услуг. Да, речь идет об экспорте услуг за пределы Беларуси и выполнении работ по геологическому изучению недр в других странах. Калийные удобрения часто можно слышать, что их называют таким белорусским золотом. Насколько нам их может хватить вообще? Это вот наш стратегический запас, стратегический ресурс для развития экономики? На самом деле, это стратегический вид сырья. И для нашей страны, ну, в целом, и в мире во многих странах это достаточно ценное, полезное ископаемое. На самом деле, мы обладаем большим количеством калийных солей. Разведано три крупных месторождения калийных солей. Это Старобинская, Петриковская и Октябрьская. Старобинская уже давно разрабатывается, месторождение Петриковская как раз является сейчас объектом изучения Беларусь-калия. А Октябрьская даже еще и не разработана. Поэтому есть сырьевая база, достаточно крупная, более 7,5 миллиардов тонн разведано калийных солей. Ну, еще есть запасы, которые могут быть доразведаны. Еще один, можно сказать, стратегический ресурс запасного нашего государства – это вода. Беларусь же обладает в том числе и большими запасами воды. Некоторые эксперты считают, что в будущем даже возможны некоторые экономические войны на почве этого. Безусловно, Беларусь обладает достаточными запасами подземных вод, как пресных, так и минеральных. Ну, можно сказать, что тех разведанных запасов, разведанные, которые уже запасы, они даже не полностью у нас используются. В 5 раз меньше сейчас добывается воды, чем разведанных запасов пресной воды. По минеральным водам еще большая разница разведана в 30 раз больше запасов, чем добывается. Поэтому здесь, конечно же, есть еще возможность увеличить добычу как пресных, так и минеральных вод. Но надо сказать о том, что когда мы говорим о воде, то действительно в Беларуси она высокого качества. И стандарты по воде у нас более даже жесткие, чем в других странах, потому что действительно у нас достаточно чистая вода, и мы можем позволить себе пить чистую воду. То, чего не могут себе позволить многие страны мира. Мы как раз предпринимаем меры к тому, чтобы сохранить не только объемы воды, которыми обладает наша страна, но и сохранить ее качество. Вот продолжая тему чистоты, а как бы вы оценили экологическую культуру белорусов? Сейчас лето, очень многие выезжают на пикники, на природу, к озеру, куда-то на пляж, в лес. Ну, иногда некоторые, конечно, оставляют после себя горы мусора. Если я скажу, что действительно у нас очень хорошая, в общем-то, ситуация с охраной окружающей среды и с чистотой наших пространств, то, наверное, это могут подтвердить и многие зарубежные гости, даже европейские наши коллеги, которые приезжают, отмечают вот такую чистоту белорусских улиц, белорусских городов. Однако, я думаю, что нам нельзя успокаиваться и радоваться вот таким отзывом о нашей стране, потому что, на самом деле, если зайти в любой парк или же даже в лес, и даже достаточно далеко в этот лес, то можно увидеть большое количество мусора, которое находится и в лесах, и в парках, и так далее. Поэтому, я думаю, что, конечно же, задачей каждого жителя Белоруссии, каждого гостя нашей страны, конечно же, поддержит ту чистоту и порядок, который у нас создан нашими хозяйственными службами, ведомствами, людьми. И, конечно же, безусловно, ну, давайте не будем каждый сорить везде, да, и, я считаю, даже не гнушаться, даже и, может быть, убрать и за другими, теми, которые, к сожалению, не имеют достаточной культуры, чтобы оставить за собой те чистые природные места, которые нам дала природа. Насколько эффективно в Белоруссии развивают альтернативную энергетику? У нас в этом плане какие-то перспективы есть? Беларусь, как и многие страны, развивает альтернативные виды энергетики. Ну, в первую очередь, это использование ветра, это использование солнца, это использование гетермальной энергии, это использование свалочного газа, который образуется на свалках, те, которые уже были раньше созданы. Таким образом, у нас уже в Белоруссии 50 ветоэнергетических установок, 46 солнечных электростанций, и начинают достаточно активно использоваться геотермальные энергии. Это также достаточно интересный вид энергии, который может использоваться в удаленных от инфраструктуры местах, например, на заправочных станциях, на объектах придорожного сервиса, кафе, закусочные и так далее, которые позволят как добывать подземные воды, так и использовать их в качестве обогрева вот тех помещений. Ну, к сожалению, из-за того, что наши воды не столь теплые, но для помещений небольшого, небольшой площади достаточно использования геотермальной энергии, поэтому это направление также достаточно активно развивается в нашей стране. Больше 2,5 тысяч котелин переведены на местные виды топлива, хоть это не альтернативно, но все-таки по сравнению с использованием широко газом и нефтью, это также можно считать топливом, которым, в общем-то, Беларусь располагает в достаточном количестве в настоящее время. А отпуск вы, как правило, где проводите? Здесь, в Беларуси, либо уезжаете куда-то в теплые страны? Ну, надо сказать, что отпуск, как-то я давно уже не был в отпуске, и работа все время, и нет времени особо отдыхать, поэтому я даже не могу тут припомнить, когда я был на Южных странах. На неделе строительная сфера была в центре внимания главы государства. Требование президента отрасль должна нарастить экспорт. Для этого нужно снизить себестоимость строиматериалов. Ресурс для этого заложен в проведенной модернизации. В стране появились новые цементные заводы. Это не только тысячи новых рабочих мест, но и новейшие технологии. Фактор, необходимый для увеличения конкурентоспособности белорусских строителей на внешних рынках. Наталья Брюс, продолжим тему. В середине 2000-х в строительном комплексе Беларуси стартовала большая модернизация. При активном жилищном строительстве, а рассчитывали возводить примерно 10 миллионов квадратных метров, к 2015-му решение логичное. Только на трех масштабных цементных производствах, например, были запущены новые технологические линии. Плюс обновили еще более сотни предприятий. В итоге объемы выпуска цемента, щебня, листового стекла выросли почти вдвое. У нас созданы условия не только для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, но и для наращивания экспорта, о чем мы с вами говорим уже не первый год. Однако из-за обострения конкуренции, сжатия внешних рынков, на первый план выходят вопросы качества и конкурентоспособности нашей продукции. Важнейшая задача сейчас – выгодно продать и обеспечить возврат валютной выручки в страну. От этого зависит, рассчитаются ли модернизированные предприятия по кредитам. Пока же практически 80% производимых в стране стройматериалов реализуется на внутреннем рынке. Мне докладывают о снижении спроса на продукцию, ухудшении динамики производства в отрасли, низкой отдаче и неэффективном использовании дополнительных мощностей. И действительно, предприятия по выпуску стройматериалов, да и вся отрасль, сейчас работают на фоне сжатия рынков. Спрос на материалы на российском, например, упал вдвое. Но овчинка, то есть модернизация, стоила выделки. Ведь в противном случае цементной отрасли в стране и вовсе не было. А модернизация домостроительных комбинатов помогает сегодня держать стоимость квадратного метра на уровне декабря 2014 года. Сегодня действительно небольшой спад, но предприятия, даже со сниженной, отдельные предприятия, которые сегодня не перегружены инвестиционными кредитами, они сегодня и в этих условиях, даже со снижением небольшого объема выпуска, они еще находятся в рентабельном состоянии и платежеспособны. Кредитная ноша тяжела для строительных предприятий, деньги брали на развитие, но выплачивать займы, когда стройкомплекс переживает не лучшие времена, сложно. В промышленности стройматериалов требуются системные подходы. Что нужно сделать, обсуждали у президента. Прошу не забывать, что речь идет о градообразующих организациях с многочисленными трудовыми коллективами. Благосостояние более 50 тысяч работающих и их семей напрямую зависит от стабильного функционирования этих предприятий. Правительство предложило поддержать белорусских производителей стройматериалов в ближайшие пару лет. Речь в первую очередь о цементной и стекольной промышленности, чтобы они могли в этих непростых условиях удержаться на плаву. Это возможно, но президент сделал акцент, что в первую очередь предприятия должны приложить максимум собственных усилий к снижению издержек. Да и вообще, каждое предприятие индустрии должно к этому стремиться. Кирпич считается одним из самых древних строительных материалов. Он прочный, экологически чистый и хорошо держит тепло. Современный материал называют исключительно керамический блок. Строительный продукт делают и для себя, и на экспорт, но продавать его сегодня непросто, поэтому делают все, чтобы он стал как можно легче. Речь, конечно, не о том, сколько весит керамический блок, а о его себестоимости, ведь от этого пляшет конкурентоспособность на рынке. На Минском заводе строиматериалов готовые блоки выходят как пирожки из печки. Она, а также две новые формовочные линии из Германии и Италии – итог техпереоснащения, которые начали в 2009 году, а завершат в этом. Как раз сейчас французские специалисты завершают наладку линии. Старые линии, они не давали того качества, которое сегодня востребовано на рынке. Мы считаем, что пошли по правильному пути, модернизируя наше производство. При запуске линии энергозатраты снизятся где-то на 20%. Себестоимость продукции с запуском новой линии где-то в районе 20% планируется снижение. А это уже завод в Березе. Здесь выпускают керамическую плитку. Сегодня, когда работают на современном итальянском оборудовании, не стыдно людям в глаза смотреть. Много дизайнов есть те, которые я хотел бы себе приобрести, например, в квартиру. У моих родственников, знакомых тоже лежит березовская плитка. С каждым годом работать только сложнее. Конкуренты не дают свободно вздохнуть. Хочешь, не хочешь, приходится смотреть и на качество, и на дизайн. Ведется работа по замене импортных глазурей нашими, отечественными. Также ведется работа по замене сырьевых материалов, которые заводятся из-за границы нашими белорусскими. Это снижает себестоимость, не ухудшая качество нашей продукции. Уже в сентябре Минстрой архитектуры прогнозирует всплеск активности в строительном комплексе. Этому поспособствуют и заключенные в Калужской области контракты на возведение домов. Это будет буквально в середине августа в Калужской области с губернатором мы заложим капсулу начала строительства самого района. На 360 тысяч квадратных метров в этом году мы рассчитываем где-то 54 тысячи уже начать строительство. Поэтому динамика с той работы, которую мы сейчас проделаем и на внешних рынках, она должна во всяком случае удержаться на уровне сложившейся сегодня. На что производители могут точно рассчитывать в ближайший период, так это на политику поддержки внутреннего рынка. Таких подходов требует сегодня президент от правительства. Одна из первых ласточек постановления Совмина, по которому в Беларуси будет осуществляться оценка обоснованности применения импортных стройматериалов при возведении объектов на государственные деньги. Но в конце концов, насколько успешны будут предприятия, зависит в первую очередь от них самих. Наталья Бреус, Юлия Бешанова, Максим Сосукевич, Валерий Науменко. На неделе о промышленности стройматериалов. Уже осенью в Минске будет сдана первая очередь второй кольцевой вокруг Минска. На неделе об этом шла речь на встрече Александра Лукашенко с министром транспорта и коммуникации Анатолием Сиваком. В дороже-транспортной сфере в Беларуси сейчас делается акцент на автомагистралях. Реализуются такие масштабные проекты, как дорога М-5 от Бобруська до Жлобина, 23-я трасса на Слуцк. Недавно сдали в эксплуатацию дорогу от Ашмян до Островца. И, конечно, завершается первый этап строительства второй кольцевой. Она на особом контроле у главы государства. Главное – это дорожное строительство и применение новых технологий по строительству и обслуживанию наших дорог. Вот этот комплекс кратко. Ну, естественно, железные дороги, эффективность работы. Вышли ли мы на те показатели, которые вы обещали нам на совещании, вы это помните. И перечислить эти основные проблемы, которые у нас сегодня существуют в вашем ведомстве. Пожалуйста. Вторая кольцевая дорога, первый этап. Ваши поручения, мы должны закончить эту дорогу в этом году. Первый этап. Первый этап – это от Астрашицкого городка до дороги М-6. Кстати, в советское время, чтобы построить кольцевую дорогу вокруг Минска, потребовалось 7 лет. С 1956 по 1963 годы. Это была дорога третьего класса. Уже 80-е дорожное полотно нуждалось в реконструкции, однако распад Союза заморозил эти планы. Новую кольцевую или МКАД открыли 7 ноября 2002 года. Она стала дорогой уже первого класса и шире в четыре раза. Менее чем через десятилетия Минску стала необходима уже вторая кольцевая, что свидетельствует о развитии столицы, росте количества личных авто, увеличении транзитных потоков. Темпы строительства МКАД-2 тоже впечатляют. Кстати, строят МКАД-2 из отечественного бетона, произведенного белорусскими цементными предприятиями. Белорусская АЭС станет своего рода примером атомных станций будущего. Подготовке кадров для новой отрасли экономики на неделе шла речь у президента. Островецкая АЭС – это так называемый проект поколения 3+, самая современная и одна из самых безопасных атомных станций на текущий момент. Ввод в эксплуатацию санкции позволит республике сэкономить в год около 5 миллиардов кубометров газа. В настоящий момент страна импортирует до 82% энергоресурсов. Платит за них, естественно, валютой. Львиная доля импорта энергоресурсов 95-96% приходится на природный газ. Своя АЭС – это минимум миллиард долларов в год экономии. Плюс новые рабочие места. Строительство идет в соответствии с графиком. Готовятся специалисты для работы на станции. Лишних людей мы там готовить не будем, потому что это тоже мероприятие недешевое. Но это процесс переговоров. Второе – закрепление специалистов. Вносятся разные предложения. В этом плане я также хотел бы послушать ваши предложения. Но без кавалерийских наскоков. Никакого выпячивания быть не должно. Там зарплата будет приличная у работяг среднего звена и высшего звена. Очень приличная будет зарплата. Ну, как везде в мире, такие специалисты оплачиваются высоко. Поэтому надо ориентироваться на то, что какие-то средства они в состоянии платить за жилье. Ну, допустим, арендное жилье. Мы говорим, это передовое. Мы этим занимаемся. Почему бы и нет? Разные варианты могут быть. Но давайте их обсудим, не отрываясь от реальной действительности. Потому что меня настораживает, что и Владимир Ильич, и вы тоже готовы тут оторваться от всего того, что есть в стране, и раздать бесплатно квартиры. Вот этого быть не должно. Будь то через 2, 3 или 10 лет. Надо людям говорить, что они придут на очень перспективное место работы с хорошей зарплатой. И мы будем поддерживать в этом плане их. Но надо и нести социальную нагрузку и социальную ответственность. Это тоже не надо забывать. Сегодня в Беларуси отмечают свой профессиональный праздник работники железной дороги. Их силами в транспортном комплексе страны обеспечивается львиная доля. Более 60% всех грузоперевозок. Это основательная статья национального бюджета. В любом государстве железные дороги – стратегическое направление экономики. А также прямые связи между предприятиями и людьми. Ирина Живаева постаралась запечатлеть мысли, которые приходят в голову под стук колес. Проверка связи. Подскажите, пожалуйста, свою фамилию и номер машины. Тепло, 320, куринтой. Спасибо, счастливого пути. Слышу вас хорошо. С хорошей крейсерской скоростью Елена Томашевна курсирует по перрону. Начальник поезда проверяет все, даже номера локомотива. Хотя здесь, казалось бы, сложно перепутать и прицепить не тот. Там вперед тебе женщина, ты с 6-го вагона. Хорошо. Поставь меня на 37-й, на нижний. Она с ребенком. Хорошо. К пассажирам, как к детям в некотором роде, с заботой, но и с контролем, негласным. Начинается он еще на перроне. Я вот слышала, что опытный проводник, он как психолог. И даже уже потому, как человек подает билет, он может многое сказать о пассажире, о его будущем поведении в поездке. Вот правда ли это? Вот я вам даю билет, что вы можете сказать? Ну, о вашем потенциальном поведении можно сказать, что вы очень аккуратны. Билет, он не помят, он ровный, да? Вы его развернули, отдав руки, да, тем самым проявив уважение. Пассажир, аккуратно обходящийся с билетом, столь же дисциплинирован и в поезде. А вот если номер вашего места обведен кружочком, да еще и восклицательные знаки стоят, вы подозрительная личность. 32-е место до Бобруйска. Подождите, пожалуйста, потому что в поезд первый должен зайти мужчина. Максим очень любит Минский вокзал. Он здесь с женой познакомился. Сам из Украины вот к родственникам едет. А живет у нас уже почти год. Говорит, главное в Беларуси – ощущение безопасности. Его как-то поразили наши милиционеры. Я проходил два часа ночи и шел. И меня просто предупредили, что там какой-то конфликт был возле казино. И мне сказали, чтобы вы не попали, молодой человек, мы вас проведем. Они провели меня ровно до моего поворота, куда мне надо. И все это попрощались. Здесь порядок, закон и все хорошо. Мы отправились в путь. И началась привычная поездная жизнь. Сначала проверка билетов. Сопровождая проводника, мы нашли, пожалуй, из самых необычных пассажиров в этом рейсе. Бобруск, каретная, Осиповичи. Едем к Бобруск, каретная, Осиповичи. Прямо сейчас едем на свадьбу нашей подруги. Когда мы познакомились, ей было 12 лет. Загадочный возраст подруги и география поездок объясняется просто. Никабе после Чернобыльской катастрофы принимали у себя Великобритании, белорусских и украинских детей. А сейчас навещают бывших подопечных уже восьмой раз в Беларуси. Я думаю, что Беларусь, это похоже, возможно, Англия. Много лет назад. Это спокойно и много лет. Мы очень любим людей здесь. Следующий этап в событиях ночного поезда. У проводников беготня с литрами чая и килограммами белья, а у пассажиров разговоры. Как всегда, самые невероятные в плацкарте. И о жизни, и о колбасе. Вот Сергей, украинец, женат на белорусске, а живет в Полтаве, потому что полгода до пенсии. Доживу там, получу пенсию, останусь гражданином там, буду получать пенсию и приеду здесь работать. Ахахола, он же ж такой. Тетя с Луганской области приезжала в Винск, и сразу первое впечатление – это чисто. Это вот чисто, это ухоженные обочины, там цветы, клумбы. В Украине стараются ухаживать, но все равно не так. Нет, у нас забросили это дело. Мне в Белоруссии нравится все. Я отъедаю все там, говорю, и колбасой. Вкус детства. Отрезающую на сковородку шлеп, на шапочке так берется, а не расползается почему-то на сковородке. От шуток быстро переходят к реальности. Вот Сергей уже несколько месяцев безработный, руководил строителями на госпредприятии. А Юлина тетя сейчас ездит по родственникам, но все еще надеется, что вернется в родную Луганскую область. А сын Галины, наоборот, остается именно в этом регионе. Не хочет уезжать. У меня сын там живет. Хотела его везти. Поскольку он взрослый, решать сам. Сама Галина думает переехать на родину мамы, в белорусский Червень, где есть дом. Разве что работу найти остается. Вообще в поезде Минск-Киев теперь много людей ездят исключительно по делам, отмечает проводник Елена. Пассажиров меньше стало ездить. Ну как-то раньше ездили в Киев и отдыхать, и на экскурсии, а сейчас вот просто командировка. Раньше ездило много знаменитостей, но впечатления от них в основном негативные. Так одна российская певица и вовсе дебуш устроила. Приятным в общении был Валерий Золотухин. Ехала группа А-студио. Они были такие голодные. Они съедали все, что можно. И супы вот эти быстрого приготовления. Очень приятные люди. Благодарность написали. Наслушавшись историей, выходим подышать воздухом. И встречаем единственную свежую голову в третьем-то часу ночи. Для нашего поезда ее пригнали. Меняют локомотив, но тормоза проверяют. Готово! Поедем безопасно, да? Да, по-другому не умеем. Машинист у нас уже тоже новый украинец. И говорит, наши рейсы легкие не всю ночь ехать. Бывает и в Белоруссии по делам семейным. Сестра уже более 20 лет живет в Пинске. Вообще нравится. Чем? Чем? Ну, как-то порядок здесь побольше, чем у нас. Так, ребята, извиняюсь. Минута до отправления. И снова ночные разговоры. К начальнику поезда зашла пассажирка, а тут мы. Ирина Белорусская, но уже 20 лет в Киеве. Врач, но многое ее связывает с железной дорогой. Например, студентка и каждые выходные ездила к будущему мужу в Москву. Теперь дважды в год навещает стареньких родителей в Минске. Зарплата медиков в Украине очень низкая. Поэтому я бы ездила чаще, но мне тяжело по карману. Люди, которые живут на своей скромной бюджетной зарплате, за последний год обеднели в 2,5 раз. Потому что моя зарплата была эквивалентна 300 долларов. А сейчас моя зарплата эквивалентна 120 долларов. Работает в больнице в центре Киева. К ним доставляли раненых с Майдана. Даже и закаленный опытный врач вспоминает это с ужасом. Мирное время и вдруг боевые ранения. Она вообще-то педиатр. Впрочем, и дети удивляют. И маленькие дети, я вижу, что они играют в войнушку. И они уже делят на правых, ну вот на ДНР, ЛНР. Вот это они уже делят украинскими, они уже делят. Раньше, когда мы были детьми, мы играли просто там в черных, белых, красных, зеленых. А здесь уже идет разделение национального. Мне оно очень нравится. Разговоры закончились глубокой ночью. Все вокруг уже спали. Кстати, как раз из-за этой возможности люди предпочитают поезд с самолетом. По времени выходит почти одно и то же, но там регистрация по три часа. Здесь можно отдыхать. Тем более ночные пограничные проверки частично перенесли в Киев на утро. Доброе утро. Через полчасика прибываем на станцию в Киев. Умываемся, собираемся. А вот Лена поспала несколько часов, но бодрая. Привычка говорит, как и быстро ходить по качающемуся вагону. Да еще и на каблуках. Обувь тут, кстати, особенная. Носик у нас закрыт для того, чтобы мы не ударились. Когда открываем дверь, открываем переходную площадку. Но пятка фиксирована, чтобы мы не подскользнулись. Одна Лена порхает по вагону, а другая включает радио. Поезд буквально под эгидой Лен. Это имя носит половина бригады. А диджеем, оказывается, работает лично начальник поезда. Но песни выбирает не на свой вкус. Есть утвержденные списки. Предпочтения советским и белорусским исполнителям. Континент разный, поэтому музыка должна быть универсальной, конечно. Никого не раздражать. А с утра музыка должна быть лирической, спокойной, чтобы человек смог проснуться. А после того, когда попьют кофе, уже можно что-то повеселее. Поезда сближают людей и располагают к разговорам. Но этот рейс особенный, ведь для многих его пассажиров он стал своеобразным мостом. Между счастьем и горем, миром и войной. Где самый громкий звук – это не разрывы снарядов, а стук колес. В том, что лучше ездить по накатанным рельсам, а не искать сложных путей, на неделю убедились Ирина Живаева, Антон Филанович. В конце выпуска, как и всегда, о погоде. Начало августа будет ярким. Воздух прогреться до плюс 30. Дождей синоптики не обещают. Такими были эти 7 дней. Как будет развиваться событие, покажет следующая неделя. Всего доброго.